так ну и кто-то мне написал что я кому-то обещал разобрать этот рхх на видео честно говоря не помню но может и обещал спориться я не буду может такое действительно было ноги пообещать так ну перед тем как его начать разбирать и курочить для того чтобы понять рабочий он или не рабочий надо взять тестер поставить вот такое положение на измерение сопротивления указатель и померять сопротивление на первых двух контактах и на вторых двух контактах ставим крокодильчик будем мерить первую пару то есть первую обмотку сейчас замерим должно быть где-то 30 моему 80 если я не ошибаюсь сейчас посмотрю потому что могу ошибиться где-то мурзилка а 4080 мурзилка пишет 4080 ну пусть себе пишет 4080 сопротивление 4080 он это нормальный мере показывает 54 54 находится между 40 и 80 значит в допуске переставляем на другую пару на другую обмотку крокодильчик меряем другую пару имеем те же 55 54 8 значит сопротивление на двух обмотках то есть первая обмотка 1 2 контакт 2 мотка 3 4 контакт сопротивление на одну на одной обмотке 1 2 контакт 54 между на 2 обмотки 3 4 контакта же 54 то есть на всех двух обмотках сопротивление одинаковые это значит рхх сами обмотки вот это вот шагового двигателя целые не оборваны значит это уже заявка на успех так ну и теперь собственно будем выполнять обещание разбирать разбирается очень просто для начала надо вытянуть вот этот шток на этом рхх он уже этот рхх учебный я его просто выкручу как его правильно снять этот шток и задвинуть обратно будет видео отдельно вот там я покажу как это сделать подручным способом на машине без применения всяческих приборов которые люди делают для диагностики рхх который принципе является одним из тех прибором которые в гараже в принципе и нафиг не надо ну ничего значит для того чтобы разобрать сам корпус надо вытянуть три заклепочки это уже у меня тут кустарщина какая-то стояла кусок гвоздя забитый нестандартная заклепка это значит стандартная заклепка сейчас мы и попробуем выводить эту заклепку как это будет получаться не знаю так полетела где-то белый свет найдем давай тянуть третья заклепочка вытянуть теперь снимаем эту крышечку под ней должна быть резиновая прокладочка и припаянный моторчик тонюсенькими проводочками очень тоненькими вот такими вот тонюсеньким и желательно его не оборвать поэтому все это дело надо делать очень и очень аккуратно дуже-дуже аккуратно иначе кончится это может все плачевненько не хохани жалко он уже все равно своего джин сняли крышечку аккуратно лучше это отверточка его поддеть и начинаем выуживать все это дело тут вот так вот ложь смотрим в корпус корпусе есть вот такая вот изолирующая усталка и должно быть колечко вот такими волнами это колечко собственно прижимает сам редуктор к задней части не дает ему в корпусе туда-сюда бегать вот так вот для этого служит вот то вот волнистое колечко на распорное колечко имеем сам моторчик 4 тонюсеньких проводочек которые припаяны четырем вывода путать их нельзя и сам моторчик на этом моторчик тоже изолирующая ток шайбочка все и вся разборка значит на этом именно пластмассовом редукторе в этом рхх изношена пластиковая резьба которая крутит этот винт поэтому я его руками и смог вытянуть на нормальном рхх вытянуть вы не сможете потому что резьба целая и для того чтобы его вытянуть надо иметь или прибор или смотреть следующее видео как его вытянуть на машине и безболезненно теперь есть еще один редуктор от другого рхх и я его уже разбирал дальше разберу редуктор со следующего уже раскуроченного рхх редуктор раскурочить и сломать его окончательно надо разогнуть вот эти вот лепесточки скажем так вот они которые держат пластмассовый корпус подшипник действует подшипник я их уже разогнул и могу безболезненно сломать это все тело потому что я кому-то обещал не знаю кому ну пусть он меня простит вытягиваем все это дело на свет божий видим корпус двух обмоток шагового двигателя две обмотки шагового двигателя втулка резьбовая пластмассовая за счет которой крутит вот этот вот винт сейчас попробуем еще сдереть этот подшипник сняли корпус имеем там вот такой вот подшипник на котором все это дело крутится когда этот подшипник засоряется тоже рхх соответственно перестает работать если он забит уже усмерть какую-то их какой-то грязью не проворачивается рхх не работает в таком случае потому что втулка резьбовая не проворачивается и собственно и все и это я так понимаю магнитопровод какой то может даже это и магнит да это постоянный магнитик скорее всего наверно ферритовый то есть обмотки шагового двигателя создают по переменам сначала одна когда подается импульс и бун одна обмотка создает магнитное поле отталкивает магнитик магнитик чуть-чуть на определенный градус проворачивается потом подается второй импульс на вторую обмотку второй шаг так сказать еще раз отталкивает магнитик он еще раз немножко проворачивается таким образом ибо подает импульсы считает шаги соответственно чтобы крутить его обратную сторону подается сначала на эту обмотку потом на это меняется переполюсовка подачи питания на обмотке и шаговый двигатель крутится другую сторону вот и все дела значит все что здесь можно на диагностировать в этой штуке что здесь может сломаться это забиться грязью этот подшипник или рассыпаться чертовой матери значит как в этом случае моем на этом шаговом редукторе износится вот это вот пластмассовая резьба в корпусе второе может износиться сам винт слизаться в частности вот был у меня такой рхх написано на нем мехико мехико попался какой-то мне рхх со словом написанным мэхико маде ин мэхаку мексиканский так вот на нем вот этот вал был из какого-то желтого материала покрытый сверху белым то ли он бронза какая-то то ли латунь и он слизался полностью вот этот вин был слизан и рхх перестал работать соответственно эта часть осталась рабочая чудесные вот все хорошо а винт был слизан и соответственно винт я куда-то уже выбросил и его нет в этом редукторе все с точностью наоборот резьбовая часть на шурупе целая резьбовая часть пластмассовой втулки пошла лес из чего можно сделать вывод что из этих двух запчастей можно попробовать собрать один рхх то есть на этот редуктор поставьте этот винт и рхх будет из двух один собран тоже меня кто-то спрашивал как это все восстановить можно вот так и можно с двух собрать один либо каким-то способом придумать как восстановить то что сломалось либо резьбу в середине пластиковой втулки каким-то образом восстановить допустим эпоксидным клеем или композитным составом залить закрутить оно там все затвердеет потом выкрутить винт либо на станочке сделать новый шток если шток залезала то есть сначала надо разобрать посмотреть что гавкнула если сгорела обмотка то соответственно перематывать наверно будет очень дорого выкрутить надо просто и забыть в общем рхх из всего этого неправильно и долго видео есть две основных проблем три основных проблем либо сгорает обмотка первые проблемы одна из обмоток одна из двух обмоток первое вторая обмотка либо забивается грязью подшипник или пара винт втулка винтовая забивается грязью или очень густая смазка либо износ либо резьбовой втулки пластиковой либо металлического винта все три причины сгоревшие обмотки грязь которая все забила или мазута которая загусла и износ механический резьб все больше в этом рхх ломаться нечем вот такие вот дела вот мы его и собрали и разобрали и свое обещание я выполнил ну и четвертое бывает проблема которая уже говорил и забыл вот это вот колечко пропускает воздух тогда идет несанкционированный воздух мимо корпуса попадает двигатель двигатель может повышать оборот но тогда здесь стоит такое шипение при работающем моторе что его сразу слышно если взять такой провести то все чудесно слышно как воздух через пальчики бежит по корпусу мимо этой вот резиновой колечко в двигателе и дает лишний воздух повышает нам обороты на моторе это слышно на моторе но такое бывает но не часто в общем такое бывает при неправильной сборке рхх все больше здесь рассматривать нечего наконец можно сказать только все что скажу что когда все это дело собираете до кучи перед тем как оставить по книжке нужно замерить чтобы не играться на моторе уже расстояние от кончика рхх до флянчика должно быть 23 миллиметра 23 отсюда досюда 23 миллиметра тогда рхх ставится безболезненно на автомобиль без всяких танцев с бубнами если же меньше 23 миллиметра тоже прекрасно ставится но придется зажигание включить выключить чтобы он занял нужное положение если расстояние больше 23 миллиметра он туда не станет потому что он упрется в окно канала а винты еще они затянутся получится зазор и как этого избежать как эту проблему обойти будет другой следующий видео обходится это очень элементарно беспроблемно за несколько секунд минут в общем все